Дарю ahora la palabra a los miembros del Consejo, que desean formular declaraciones. Doy la palabra al representante de la Federación de Rusia. Господин председатель, Российская Федерация благодарит делегации Кувейта и Соединенных Штатов за организацию регионального визита Совета Безопасности в Эль-Кувейт и Багдад. Подчеркиваем важность и своевременность осуществления подобного рода поездки. Особо отмечаем усилия руководства Кувейта и Ирака за открытое взаимодействие с линией СБ. Особо отмечаем усилия спецпредставителей геннистаря по Ираку госпожи Жанин Хеннис Пласхарт и ее команды как в плане безупречной организации визита, так и в сфере оказания содействия иракским властям для достижения национального примирения и восстановления экономики страны. Контакты с регионалами вновь подтверждают, что миссии Совета Безопасности остаются важнейшим инструментом в деятельности Совета Безопасности. Играют ключевое значение для выработки взвешенных решений Совета. Именно такую точку зрения мы все услышали в регионе. Приветствуем тот факт, что в ходе нашего пребывания в Багдаде иль-Кувейте прозвучал настрой выстраивать добрососедское взаимодействие, способствовать урегулированию кризисных ситуаций в регионе политико-дипломатическими средствами. Отмечаем активность иракцев и кувейтян в деле восстановления исторической справедливости в том, что называется закрытие иракско-кувейтского гуманитарного досье, доставшегося в наследство от Первой войны в заливе. Выделяем в этой связи проведение в феврале 2018 года усилиями руководства Кувейта конференции по реконструкции Ирака, как подтверждение готовности двигаться дальше в деле восстановления Ирака и выстраивания здоровых двусторонних отношений. В ходе визита неоднократно была подтверждена необходимость деэскалации напряженности в районе Персидского залива. В этом заинтересованы все государства региона и международные партнеры, все без исключения. Вновь напоминаем об актуальности российской концепции обеспечения коллективной безопасности в Персидском заливе, выступаем за повышение профиля ООН в осуществлении посреднической дипломатии. Еще один важный момент. Поездка СБ подтвердила также тот факт, что борьба с терроризмом еще не закончена. Об этом нам сказали все без исключения региональные партнеры. Совет Безопасности принял соответствующие резолюции по пресечению финансирования ИГИЛ, других террористических организаций, профилактики возвращения боевиков из зоны вооруженных конфликтов. Сохраняет актуальность российская инициатива о создании широкого международного фронта по борьбе с терроризмом. Россия выступает за комплексный подход к проблематике противодействия международному терроризму. Считаем, что при решении данной проблемы важно сотрудничество на всех уровнях в международном и региональном измерении. Диоднократно подчеркивали, что свой вклад в борьбу с терроризмом вносят такие государства, как Ирак, Сирия, Иран, другие региональные страны. Такая борьба должна вестись на прочном фундаменте международного права под эгидой ООН. Коалиции в составе узкого ряда государств могут привести только к новому витку насилия. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас за внимание.